Приветствую вас, давайте разберемся с тем, что вы написали. На самом деле, тот факт, что вы увезете женщину в другой город как минимум на 3 месяца для получения развода через суд, ничего не изменит. То есть, если у женщины есть проблемы с мужем, если у женщины есть какие-то трудности с мужем, то ее переезд куда-либо не поможет, это первое. Второе. Значит, как правильно вам сказал мой коллега, что для развода не нужен разрешение мужа. Но, но, если один супруг выступает за развод, другой выступает против развода, то суд, насколько я помню, дает 3 месяца на примирение. Вот. И если за это время супруги не помирятся, то тогда уже, как правильно, дается развод. То есть, смысла увозить в другой город женщину, да, нет. И возникает здесь, на самом деле, вопрос, что только такой. А чего хотите вы в этой ситуации? То есть, то, что хочет муж, понятно. То, что хочет ваша женщина, тоже непонятно. А чего хотите вы? По какой причине вы связали свою жизнь, например, с замужней? Вот. Действительно ли вы ее любите, например? То есть, действительно ли вы хотите, ну, быть с ней? Вот. Действительно ли у вас к ней именно чувства, а не что-то другое, например? Да? То есть, я говорю сейчас именно о том, как она вам видится и как вы ее воспринимаете, да, женщину, я имею в виду. Вот. Потому что, ну, все-таки замужняя женщина, это весьма-весьма серьезный момент. Замужняя женщина, это весьма-весьма опасный, я бы даже сказал, момент. Вот. И нужно, чтобы вы четко для себя определили все же именно свои желания. То есть, именно то, чего вы хотите, именно то, что вам нужно. Вот. Именно то, чего вы желаете. Это является ключевым фактором. Если вы для себя не сможете определить, что вы хотите и, допустим, какой ценой, вот, то ситуация для вас может складываться очень-очень печально. Вот. Так что ответ ничего не решит. Вот. Я имею в виду ответ именно женщины в другой город. Ничего не решит и ничего не даст. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Удачи. Продолжение следует...